Эдди, как котлетка? Он ответил, окей. Я не в бане, ты там не учишься так? Я не, я лучше его порежу. Боже, жизнь, малина. Всем доброе, 28 мая на улице. Сегодня солнечно, ветрено. Обещали дождик. Эдди, куда-то ушел. А где Эдик? Я собралась жарить котлетки утренние. Тут забежала овсянка. Что тебе дать? Я не знала, что тебе дать. У тебя там много чего есть, только надо размораживать. Слышишь? Да. Сейчас вот съест маленький кусочек. Паршик, а и пойдет на улечку гулять. Все. Сожрала проглоти. Все, овсянка, она все глотает. Все, на улицу, давай, давай. А то у нас тут отрава лежит от мышей. Давай, давай, выходи, выходи. Нет, она не поддается. Пришлось овсянку на руках выносить. Котлетки налепила. Ой, кто это летает, комар? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как же мы их делить-то будем? Сковородочка. Завтрак будет называться школьный. Наливаем масло. Петя говорит, что уже был, кажется. Ну, ты ела когда-то котлеты и говорила, ой, как в школе, школьный завтрак. Да. Ну, да, уже был, но без макарон. Сегодня будут котлеты с макаронами. Вчера варила. Эти макароны нормальные, все удобные. Эту ложку нельзя? Нет. Ну, бери уже. Так, макароны с котлетами. Это супер школьный завтрак. Жарим котлетки. Синий поместятся. Зараз. Так, ладненько. Надо их подвинуть. Как-то. Так, ладно. Не поместим такси. Раз, два, три, четыре, пять поместилось на сковородке. И еще две остались. Эдик, как котлетка? Угу. Эдик, завтрак подан. Да. Ты доволен? У Эдика сегодня творожок. Всегда на завтрак у Эдика творожок. Бананчик. Помидорчик. Он говорит, не всегда, но я знаю, что почти всегда, если есть творожок в доме. А помидорчик с майонезиком, с чесночком и с петрушечкой. И макарушки с котлеткой. Вау. Эдик, вилочку захвати. Эдик, приятного аппетита. Спасибо, я еще не ем. А я еще дожариваю котлетки и присоединюсь. Так, дожарила все котлетки. Сочные, вкусные, румяные. В нашем местном чате, здесь, в городе, мужчина написал, что приглашает на черешню. Что у него есть немножко, черешня майка. Если кому надо, пишите в личку. А Эдик говорит, ты ему напиши, что я сам нарву, если что. Я ему так и написала. Доброе утро. Если предложение в силе, то муж к вам придет за немного черешни. Рвать, если что, умеет сам. А я Эдику говорю, может, он не хочет, чтобы ты у него в саду там лазил, рвал черешню. Он сам рвет. Эдик говорит, да-да, еще подумает, наркоманы какие-нибудь лезут к нему в сад. Эдик, да здрасте. Что, по моей фотке не видно, что я не наркоманка. У меня там в Вайпере такая красивая фотка висит. Я там идеальная. О, мужик ответил. О, доброе. Эдик, 70 гривен, 0,5 банки. 70 гривен, 0,5 банки. Все, черешня отменилась. Дорого. А, я написала мужику, не, муж сказал, дорого, будем ждать дешевле. Он ответил, окей. А я даже не знаю, почем сейчас черешня. Ну, думала, может, гривен 50, пол-литровая баночка. А то в 70. Да нет, не хочу я такой черешни. Вышла на улицу в надежде, что тут тепло. Ничего подобного. Холодина. Холодина. Хочу чистотельчика нарвать. Ну, чуть-чуть травку пощипать. Размяться. Тебе чистотел нравится, овсянка? Да? Чистотел нравится? Привет. Привет, овсянка. Привет. Насобирала чистоте. Сделала и хочу сделать мазь. Рекомендую чистотел собирать, когда на нем уже высохнет роса. Но я об этом благополучно забыла. Собрала его сухим, но затем меня понесло в ванную, и я его полоскала. То есть он у меня считает, что в росе. Но мне все равно, буду все равно делать. Я смотрела одну женщину, которая делала мазь. Она это делала все в перчатках, потому что, как мы знаем, чистотел делает руки коричневыми, а потом вообще черными. Потому что в чистотеле очень много йода. Я делала на руки вот такие вот пакеты, потому что у меня здесь эвакуация, и у меня перчаток нету в запасе. А где-то их искал, нет возможности. Специалистка сказала рвать. Вот я и буду рвать. Да он не рвает, это вот мучится так, я нет. Я лучше его порежу. Лучше я его порежу. Что-то у меня тут все не складывается. Муж не найду. Эдик что ли забрал муж. Так, в общем, режу я чистотел. Все прекрасно режется. Это муки. Нет, в перчатках может оно и хорошо. А без перчаток это просто невозможно делать. Для эвакуационной мази все нормально. Так, сейчас я его немножко перемну. Так, и масло подливаем, подливаем. Получилась вот такая вот зеленая каша с маслом. Я ее ставлю в темном-темном месте. И она здесь у меня будет стоять двое суток. Надоело мне есть за столом обеденным. Решила поесть на подоконнике. Перекус. Надеюсь, это последний прием пищи на сегодня. Я же вообще хотела сегодня не есть. Но нет, Жерик, сколько время? Пять часов. В общем, пошла, нашла огурчик в холодильничке. Сосиску, кусочек хлеба, яблочко. И просто квашу. И сейчас буду перекусывать. Рекомендую огурчик сбрызгивать яблочным уксусом. Просто объедение. Соль сейчас в дефиците. Так что вместо соли яблочный уксус на огурчик. И получается супер. Там у меня небо в облаках. Пейзаж прекрасный. Здесь у меня цветочки. Ирисики. Красивенькие ирисики. И я лохматая. Сейчас наемся. И буду вышивать. Боже. Жизнь. Малина. Просто. Да, Эдик? Это у меня, да. У меня малина. А у него не малина. Ой. У него клубника, говорит. Ты еще в этом году ни одной клубники не съел. И на черешню мы утром денег пожалели за 70 гривен пол баночки. Ну я, да. Я зажала. Я, да, зажала. 70 гривен. Да ну я в баню. То черешню. За 70 гривен. Пусть сами ее едят. Красота, вкуснота. Всем рекомендую перекусывать на подоконнике. Получите массу удовольствий. Пока-пока. Ой.